Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, братья и сестры, все любящие чтения Слова Божия. Мы продолжаем с вами исследование книги Иова на библейском интернет-портале экзегет.ру. И сегодня мы с вами рассмотрим 36 главу. Продолжал Ильиуй и сказал «Подожди меня немного, и я покажу тебе, что я имею еще что сказать за Бога. Начну мои рассуждения издалека и воздам Создателю моему справедливость, потому что слова мои точно не ложь, перед Богом совершенные в познаниях. Вот Бог могущественен и не презирает сильного крепости сердца. Он не поддерживает нечестивых и воздает должное угнетенным. Он не отвращает отчей своих от праведников, но с царями навсегда посаждает их на престоле, и они возвышаются». Мы видим снова обсуждение Ильиуя. Здесь опять, как мы и говорили в предыдущей главе, звучит полуправда. Ильиуй видит, что если человек праведен и крепок сердцем, то Господь его возвеличивает в этой жизни. В этом его неправда. Не всегда, когда Бог действительно благоволит к человеку, то в этом жизни у него есть полное благополучие и благосостояние. Так учат, кстати, учили протестанты, учили последователи Кальвина, что Бог от них предопределяет, скажем, к благополучию, а других нет. Протестанты и до сих пор, и неопротестанты, и последователи учат, что есть у них такой взгляд на человека, что если человеку Бог дает квартиру, машину, какие-то земные блага, значит Бог его любит. Не всегда. Бог человека испытывает и богатством, и бедностью, как человек себя поведет в той или иной ситуации. Иногда я слышал от одного студента, как он возопил, Господи, ты меня все время испытываешь бедностью, бедностью, испытай меня богатством. Ну, хочется сказать такому студенту, что, извини, а сможешь ли ты действительно перенести это испытание? Это как, если же хорошая даже русская пословица, дай человеку власть, а где власть, там и деньги, или наоборот, где деньги, там и власть, и узнаешь, кто он такой. Поэтому здесь еще не так легко преодолеть, можно, да, это испытание и не перенести. Поэтому надо осторожнее быть со словами, просто, ну, это была, конечно, шутка этого студента такая, но и шутить надо всегда осторожно, как сказано в Священном Писании, за каждое праздное слово человек даст ответ на суде Божьем. Итак, Иллиуи продолжает свою речь, придерживается, в общем-то, в некой степени верного взгляда о путях Божьих, но он надменен и несправедлив к Иову. Праведники, цари, потому что управляют собой, а грешники, задетые болью, становятся ожесточеннее. Такие слышны рассуждения в его словах. И вот, что пишет тот же Григорий Двоеслов, я уже говорил о том, что у него самое такое пространное истолкование, достаточно глубокое истолкование, которое доступно тот читателю, русскоязычному читателю, потому как есть отцы церкви и множество еще отцов церкви, которые, к сожалению, не переведены на русский язык. Ну, то, что имеем, то пока и читаем. Итак, велика и временная власть, пишет Григорий Двоеслов, потому что имеет заслуги перед Богом в добром управлении. Но иногда по причине, что стоит над другими людьми, она в мыслях способна возгордиться. Ей все подчинено, ее повеления тут же исполняются по ее желанию, и все подчиненные воздают хвалу за ее добрые дела. Видите, ну, действительно, когда человек при власти, при деньгах, все перед ним пляшут, как говорят, водят хороводы, стараются угодить для того, чтобы извлечь что-нибудь из этого человека. Либо, если власть хорошая, может быть место где-нибудь, либо, если человек богат, то, возможно, какие-то средства. И это человеку не каждому легко перенести. Дурными делами в силу отсутствия какой-либо власти тоже не противоречат, пишет Григорий Двоеслов, и даже чаще всего хвалят то, что следовало бы пристыдить. И разум, соблазняясь всем тем, что складывается внутри, возвышается над самим собою, и, будучи окруженным восхищением со всех сторон, лишается истины внутри. Он не поддерживает нечестивых и воздает должное угнетенным. Священное Писание часто называет «смиренных бедными», потому что они упоминаются в Евангелии в сочетании с Духом, когда говорится «блаженны нищие духом, ибо их есть Царствие Небесное». Богатство зримо указывает на сильных, бедны же для себя те, кто не возвышается в своем разуме. А нечестивыми он называет таких, которые либо отошли от благочестия веры, либо противоречат своими дурными нравами тому, во что верят праведные. Он не отвращает отчесть своих отправедников, но с царями навсегда обсуждает их на престоле, и они возвышаются. Так цитирует Григорий Двоеслов то, что мы с вами прочитали, и продолжает. «Мужи праведные об этом свидетельствует Священное Писание, уместно называются царями. Потому что возвышившись над всеми стремлениями плоти, они то управляют похотливым лечением, то обуздывают пыл жадности, то уклоняются от гордых хвостливостей, то предаются приливы зависти, то подавляют приливы зависти, то гасят пламя страсти». Видите, он перечисляет на самом деле то, что, в общем-то, с чем борется человек, если он действительно стремится исполнить заповедь Божию, у которого есть власть и богатство. Не так уж и мало. Гордость, жадность, хвостливость, зависть, страсти, гасят пламя страсти. «Они цари, потому что научились не поддаваться искушениям, соглашаясь с ними, а встать над ними и ими управлять. А поскольку от власти управления они переходят к власти воздаяния, то пусть по праву будет сказано, старями навсегда посаждается их на престоле. Управляя собой, они, конечно же, на время истощают себя, но они призываются на престол избранной в Царстве Вечности. И так, и там они примут власть, праведно судить других. Здесь же они не умеют щадить себя». То есть, так рассуждает в своих нравственных беседах Григорий Богослов, что, как бы говорят, богатство это еще и не напасть, как богатым не пропасть. Можно богатым для Царствия Божия здесь и пропасть. Поэтому богатство, благополучие, если это есть у верующего человека, это еще не показатель того, что он верен и праведен перед Богом. Здесь искушений не меньше, нежели искушений в бедности. Да, как есть какой-то такой анекдот, когда спит один человек, который дал займы другому человеку, а у него спрашивают, и он спит ночью и не спит, и не может заснуть, и говорит, «Чего ты не спишь?» Спрашивает у него человек, говорит, «Ну, я не знаю, вот я дал займы, отдаст этот человек или не отдаст?» Он тогда говорит, тот, которому взаймы дал, говорит, «Скажи ему, что не отдашь, пусть спит спокойно». То есть, действительно, это не так просто, владеть богатствами, давать эти займы. И неоднократно я слышал такое, что люди, которых достаточно, у них средств, у них искушений не меньше, куда их девать, и что с ними делать, и действительно, головной боли. Это так кажется на первый взгляд. Итак, мы видим, что 36 глава далее продолжает телевую свою речь, «Если же они окованы цепями и содержатся в узах бедствия, то он, бог, указывает им на дела их и на беззаконие их, потому что умножились и открывает их ухо для вразумления, говорит им, чтобы они отмстили от нечестия». Действительно, посетив связанных оковами, «Он, бог, отпускает их свободными от уст по своему благорасположению к ним и снова обратит их к учению. Когда же нечестиво решат, что они на вершине величия, тогда он воздаст им по делам их, а праведных наградит за их плод. Если они обратятся и будут служить богу, то получат не наказание, но спасение, жизнь вечную и славу радости». То есть, здесь речь опять идет о богатых людях, и людях, которые у власти. Если они действительно обратятся и будут служить богу, то получат и вечное воздаяние. Поэтому неправильно понимать, если человек, например, бедный, то он уже, да, у него гарантия есть в царстве божьем. Можно возгордиться и своей бедностью. Я вот вспоминаю с древнего Патерика, как к одному аве пришел один монах, весь в заплатках, у него весь подрясник в заплатках. И он говорит, ему Ава говорит более опытный, говорит, ты этими заплатками гордишься, что ты бедный. Поэтому человек может гордиться тем, что он бедный, и впасть в это состояние надменен над другими. Вот я бедный, а вы тут зажирели. Это тоже очень опасное такое состояние, в самом возвышении. Итак, 36 глава, 11-13 стих. Если же послушают и будут служить Ему, то праведны дни свои, то проведут дни свои в благополучии, лита свои в радости. Если же послушают и будут служить Ему, Богу, то проведут дни свои в благополучии, лита свои в радости. Если же не послушают, то погибнут от стрелы и умрут в неразумии. Но лицемеры питают в сердце гнев и взывают к Нему, когда Он заключает их в вузы. Лицемерие. Григорий Дворислов, цитата, «Благополучием обозначает праведный образ жизни, радостью небесное воздаяние. Итак, те, кто стремится к послушанию небесным заповедям, проведут дни свои в благополучии, летав свои в радости, ибо они теперь идут путями для праведных и в завершении их ожидают счастливое воздаяние. Если же не послушают, то погибнут, как пишет от стрелы, и умрут в неразумии, потому что в отмщении поражает их муками и, наконец, их заключение в неразумии. То есть такие люди, которых от пагубных нравов не отвращают и муки, о них говорится через пророка, пророк Еремии, например, пишет. Очень интереснейшее здесь, Григорий Дворислов, подборка стихов из пророка Еремии. Послушайте, пророк Еремии, 5 глава, 30 стих. «Ты поражаешь их, а они не чувствуют боли. Ты истребляешь их, а они не хотят принять вразумление. О них же говорится и в образе Вавилона. Врачевали мы Вавилон, но не исцелился. И еще сказано, пророк Еремии, 15, 7. «Я развиваю их веялом за ворота земли, лишая их детей, гублю народ мой, но они не возвращаются с путей своих». То есть здесь говорится о том, в этих трех стихах, почему Бог посылает страдания, чтобы вернуть человека на пути свои. Возьмите, например, пророка Исаия. Просто интереснейшие его стихи, где он обращается к народу своему и говорит о том, что во что вас еще бить. Все тело изранено, от подошвы до пят. Можно открыть и почитать. Это первая глава. «Слушайте небеса» с второго стиха. «И внимай земля, потому что Господь говорит, «Я воспитал и возвысил сыновей, а они возмутились против меня. Вол знает владетеля своего и осел, ясли господина своего, а Израиль не знает меня. Народ мой не разумеет. Увы, народ грешный. Народ обремененный беззакониями, племя злодеев, сыны губительные, оставили Господа, презрели святого Израиля, повернулись назад. Во что вас бить еще?» Продолжающие свое упорство. «Вся голова в язвах, и сердце исчахло. От подошвы, ноги до темени головы нет здорового места. Язвы, пятна, гноящиеся раны, неочищенные, необвязанные, не смягченные елеем. Земля ваша опустошена, города ваши сожжены, поля ваши в ваших глазах съедают чужие. Все опустело, как после разорения чужими. Бог говорит, что это происходит из-за того, что народ не возвращается на пути Божий. Страдания не посылаются ради какого-то мщения Бога. Бог — это не капризный какой-то там языческое, в языческом понимании сидящий на облаке, и только если шах в рау, шах в лево, вот почему, если вы так не делаете, то значит я вас накажу». Нет. Бог наказаниями, какими-либо лискорбями, старается исправить положение народа, человека, который впал, а лучше сказать, отпал от пути к спасению, от пути хождения по спасительным путям и заповедям Божьим. Так пишет. Далее. «Но лицемеры питают в сердце гнев, как мы и прочитали, поэтому душа их умирает в молодости, и жизнь их с блудниками». Действительно. «Он спасает бедного от беды его, и в угнетении открывает ухо его. И тебя вывел бы из тесноты на простор, где нет стеснения, и поставляемое на стол твой было бы наполнено туком». Здесь опять, видите, вроде бы правда, то, что говорят Ильиуи. Это всегда такое бесовское, бесовские такие луковые речи. Речи, когда человек говорит правду, потом начинает опять говорить, что если бы ты был праведен, то полный у тебя был бы холодильник, то, говорит, стол. Такая проповедь, на самом деле, благополучие. Сегодня можно услышать из уст таких харизматических различных сектанских направлений. Они проповедуют, даже есть целый такой термин, как теология благополучия. То есть они проповедуют о том, что если ты будешь в их секте, то у тебя будет все, дача, машина, яхта, сразу тебе Бог все даст. Ну, а если ты в их секту попал, а тебе Бог этого ничего сразу не дает, ну, ты просто еще пока плохой сектант, тебе надо потренироваться. Да. Так и здесь такое рассуждение. И далее. Но ты преисполнен суждениями нечестивых, суждения и осуждения близки. Да, не поразит тебя гнев Божий наказанием. Большой выкуп не спасет тебя. Даст ли он какую цену твоему богатству? Нет ни золота, ни какому закройщику. Здесь, видите, Иллюй обвиняет снова Иова в том, что он якобы надеялся на свое богатство. Но мы знаем, что Иов, когда у него было отнято богатство, он так и воскликнул. Бог дал, Бог и взял. Не прилеплялось сердце его к богатству. Как сказано в Священном Писании, что и да не прилепится сердце ваше к богатству вашему. То есть все, что есть, это все есть от Бога. Опять Иллюй обвиняет в том, в чем Иов, в общем-то, не виновен. Не было у него такого стремления и какая-то алчность к богатству. Бог дал, Бог взял. Вот его слова. Не желай той ночи, когда народы истребятся на своем месте. Берегись и не склоняйся к нечестью, которой ты предпочел страданию. Бог высок могуществом своим, и кто такой, как Он наставник? Кто укажет Ему путь Его, кто может сказать, ты поступаешь несправедливо? Помни о том, чтобы превозносить дела Его, которые люди видят. Все люди могут видеть их, человек может усматривать их издали. Видите, здесь Иллюй говорит о том, что ты поступаешь несправедливо, что якобы Иов так говорил, что Бог поступает в чем-то несправедливо. Но если это и было в речи Иова, и мы это слышали, то Иов говорил только лишь по отношению к себе и как бы вопрошал праведный суд Божий и говорил, Господи, где вот, что я сделал не так, укажи мне, опять же, не для того, что я хочу свести с тобой счеты, а для того, чтобы я исправился, чтобы мне понять, как мне правильно идти путем заповеди твоих. Но здесь Иллюй переносит все якобы такое суждение обо всех и обо всем, что Бог где-то в чем-то не прав, было на все, Божие творение и на всех других людей. Опять же, видите, здесь такое передергивание. Итак, все люди могут видеть их, человек может усматривать их издали, дела, которые люди видят. Вот Бог велик, и мы не можем познать его. Кто бы спорил, Иов об этом говорил, число лет его неисследимо, он собирает капли воды, они во множестве изливаются дождем, из облаков капают, изливают обильные людей, кто может также постигнуть протяжение облаков, треск шатров. Здесь Иллюй переходит к тому, что Бог велик, мироздание его велико, что Бог он творец, единственный собственник во вселенной. Вот он распространяет над ним свет свой, покрывая дно моря, откуда он судит народы, дает пищу. В изобилии он сокрывает в дланях своих молнию, повелевает ей, когда разить треск ее дает знать, о ней скот также чувствует происходящее. То есть Иллюй как бы говорит о том, что все в этом мире свидетельствует о Боге, о его могуществе. Снова и снова повторю, в этом он прав. Иов никогда и нигде не говорил о том, что Бог не управляет этим миром и что от него что-то не зависит. Никогда он не впадал в это состояние. Поэтому здесь, как говорил в самом начале Григорий, двое слов, есть, ну вот, нельзя назвать это пустословием, это, конечно, в извеличивании Бога, но они по отношению к Иову будут пустословием. Но Иов их слушает, потому что любое наставление он принимает и слышит. Но мы в дальнейшем увидим, что Бог ответит уже в конце этих глав, там 38-39 главе, что Бог ответит на все эти рассуждения Иллиуи. А сейчас, пока, рассмотрев 36-ю главу, можно сказать, что, в принципе, в рассуждениях Иллиуя не было ничего, то, в чем можно было бы сомневаться. Единственное, о чем мы и сказали, что он приписывает часто то, о чем Иов не говорил, обвиняет Иова в том, в чем, в общем-то, он не виновен. Итак, Бог велик, и мы не можем познать Его, действительно, это так, во всей полноте, но познаем через явление природы. В этом полностью мы согласны с Иллиуи, но не согласны в том, о чем было сказано выше, то, что он многие вещи приписывает Иову, в чем он не виновен.